С вами Николай Пивненко в проекте Даты. Сегодня 26 ноября. Всемирный день информации, который проводится по инициативе Международной академии информатизации, имеющей генеральный консультативный статус в экономическом и социальном советам ООН. Также сегодня Международный день сапожника. Изготовление обуви и ее починка – очень древнее ремесло. И первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом, причем весьма нелегким. День рождения телепередачи «Спокойной ночи малыши», которая 1 сентября вышла в 1964 году в свой первый эфир. Но свою историю идет именно с этого дня, 1963 года, когда она начала создаваться на Шаболовке. Разрабатывались идеи и концепции, придумывались первые сценарии, появлялись эскизы кукол главных героев и декораций легендарной передачи «Спокойной ночи, малыши». У родившихся в этот день в 1894 году в этот мир приходит Иван Папанин, дважды герой Советского Союза, полярный исследователь, доктор географических наук. А в 1903 году родился Георгий Знаменский, выдающийся бегун на средней длинной дистанции. Его младший брат Серафим, погибший в Великую Отечественную войну, установил 20 всесоюзных рекордов. В честь братьев в СССР, ныне в России, с 1958 года проводится международный легкоатлетический мемориал братьев Знаменских. В 1938 году рождается Анна Шатилова, советский российский диктор и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР. В 1939 году рождается Ани Мэй Буллок. Имя вам это мало, что говорит. А вот если я скажу Тина Тернер, то сразу станет понятно, что это американская певица, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница восьми премий Грэмми. За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул королевой рок-н-ролла. Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира, а журнал «Роллинг Стоун» назвал ее одной из величайших певиц современности. Теперь о некоторых событиях этого дня. 1095 год. По окончании церковного собора в французском городе Клермоне при громадном стечении народа папа римский Урбан II произнес пламенную речь, в которой ярко представил страдания христиан на святой земле и призвал силой оружия освободить гроб господень от неверных. Веденная в экстаз толпа, выкрикивая «Так хочет Бог!» принимает крест. Папа раздавал собравшимся красные лоскутки в виде креста на платье, а наиболее рьяные христиане даже выжигали крест на теле. К концу 1096 года воинство первого крестового похода, в котором принимает участие более 100 тысяч человек, собирается у стен Константинополя. 1832 год. В Санкт-Петербурге основана военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Старейшее учебное заведение страны в системе высшего военного образования. Академия была создана по велению императора Николая I, предназначалась для образования офицеров к службе Генерального штаба и вящего распространения военных познаний. 1864 год. Сын англиканского священника Чарльз Людвидж Доджсон, математик, фотограф, логик и мастер литературного абсурда, более известной публике как Льюис Кэролл, посылает рукопись под заглавием «Алиса под землей» девочки, вдохновившей его на создание этой классической книги. Согласно желанию Алисы Лиддл, книга содержала много картинок и разговоров, да и сюжетная канва была придумана Кэроллом во время многочисленных прогулок с детьми декана Кольджа Крайстчерч в Оксфорде Генри Лиддл в июле 1862 года. 1894 год. В Большой церкви Зимнего дворца в атмосфере глубокого траура по поводу кончины императора Александра III состоялась чрезвычайно скромная церемония бракосочетания императора Николая II с Алисой Викторией Еленой Луизой Беатрис, принцессой Гессен-Дармштадтской. Николай был в гусарской форме, Алиса надела серебряное платье с бриллиантовым ожерельем. Сверху была наброшена золотая парчевая мантия, подбитая горностаем с длинным шлейфом. Бриллиантовая корона украшала ее голову. Церемония бракосочетания совпадает с днем рождения матери царя, императрицы Марии Федоровны, когда православная традиция позволяла ослабить строгий траур. По словам Марии Федоровны, свадьба была продолжением похорон. Весь последующий год молодая царская чета не совершала никаких путешествий, а также мало показывалась на публике. 1948 год. Издается указ Президиума Верховного Совета СССР о навечном переселении немцев, калмыков, ингушей, чеченцев, балкар, крымских татар и некоторых других народов в отдаленные районы СССР. 1956 год. Победивший на Олимпийских играх в Мельбурне в гонках академических одиночек Вячеслав Иванов во время процедуры награждения от переполнявшей его радости роняет золотую медаль, которая тонет в канале. На следующий день местные мальчишки добудут со дна чемпионскую медаль. 1956. Премьера художественного фильма режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице», снятого на Одесской киностудии. Композитор Борис Макараусов. В фильме снимаются Нина Иванова, Николай Рыбников, Юрий Белов. История любви юной учительницы школы рабочей молодежи и ее ученика. Одна из самых популярных отечественных мелодрам. Герой фильма – парень лихой и самоуверенный, лучший стелевар завода. Он не привык к отказам женщин и вдруг его домогательства получают отпор. Он пытается играть безразличие, но потом… Пересмотрите фильм еще раз. 1965 год. Франция становится третьей после СССР и США страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли. С космодрома Хамагир в Алжире, близ границы с Марокко, на каменистом плату в Сахаре, ракета-носитель «Диамант-1» вывела на околоземную орбиту спутник массой 42 килограмма с периодом обращения вокруг Земли 107,2 минуты. Поначалу он назывался А-1, то есть первый спутник французской армии, но вскоре был переименован в Астерикс по имени популярного героя французских мультфильмов и комедий. А в соответствии с Эвианскими соглашениями 1962 года у независимости Алжира спустя два месяца после запуска состоялась официальная церемония закрытия Хамагира. Всего оттуда успели запустить четыре спутника. К июню 1967-го все его оборудование демонтировали и вывезли. Ну и еще одно событие подробнее. 1942 год. В Нью-Йорке, в День Благодарения, спустя две недели после того, как американцы отбили у французских коллаборационистских властей порт Касабланку, столицу Марокко и на второй день после окончания здесь встречи Франклина, Делана Рузвельта, Уинстона Черчилля и Шарля де Голля, состоялась премьера фильма Касабланка Майкла Кертиса с Хемфри Богортом и Ингрид Бергман в главных ролях. Это был предпремьерный показ. Картину предполагалось выпустить на большой экран в начале 43-го года, но реальные события развернулись так быстро, что создателям пришлось поторопиться, пока слово Касабланка еще не успело пропасть с первых полос газет. Картина была номинирована на 8 Оскаров и три из них получила лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий. Она считается одним из величайших творений Голливуда. С вами был Николай Пименко в проекте Дата.